Год 1943, время создания Воркутинского театра. Первая постановка оперета Кальмана Сильва. Разгар Великой Отечественной. Заполярная тундра, где отбывают срок политзаключенные. В их числе режиссер Борис Мардвинов. Состоялась его историческая встреча с генералом, который понял, что в заключении находится у него главный режиссер Большого театра. Бывший главный режиссер Большого театра. Я общаюсь также с дочерью генерала Мальцева, Майя Михайловна Мальцевой. Мы очень много с ней обсуждали, всех этих тем, как что было, как образовался театр. И в основу этой пьесы, на самом деле, уже легли вот эти все знания, которые были получены сейчас, в наше время. Балетных на репетиции водили пешком под конвоем по три с половиной километра в одну сторону. Ценга уносила актеров. Голодные обмороки на репетициях были обычным делом. Вы сегодня что-нибудь ели? Ручки, ножки. Ножки, ручки. Раз, два, три! Красотки, 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 гамаре. Мы созданы лишь для развлечения. Сильва дойти до премьеры – это спектакль о рождении спектакля и о том, что искусство порой становится спасительным платом в мире тягот, боли и несправедливости. Кружок художественной самодеятельности при воркотлаге появился еще в 1933 году, а в 1943 году начальником воркотстроя стал генерал Михаил Мальцев. Им был подписан приказ о создании театра и утверждена труппа в составе 23 человек. Эту историю рассказал зрителям фестиваля «Утроицы» режиссер Владимир Маркин. Оксана Мирошникова, ТВР24.